Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальбан, а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательные гости главный редактор лучшего радио Цви Зильбер и замечательная журналистка, любимая моя журналистка Илана Михаэль. Илана Радпрест. Добрый день, Цви, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Хотел с вами поговорить о теме, которую мы, наверное, никогда здесь в этой студии не обсуждали, по крайней мере, на моей памяти. Мы поговорим о сельском хозяйстве в Израиле, тем более есть у нас замечательный повод. Израильские фермеры разгневаны утверждением реформы сельского хозяйства, в рамках которой им придется как будто бы не сладко, они перекрывают дороги. По их словам, я цитирую наших фермеров, этот опор на шее израильского и сельского хозяйства, вместо того, чтобы разобраться с торговыми сетями, которые устанавливают цену для потребителей, они решили пойти по чрезвычайной и односторонней дороге реформ. Потом, конец цитаты. Между тем, кто бы что ни говорил, цены на сельскохозяйственную продукцию, на некоторые виды сельхозпродукции в наших магазинах просто астрономические. На самом деле, объективно, я таких цен никогда не видел. Цви, у меня к тебе, я с тебя сегодня начну, да простит меня, Илана, позволит ли планируемая реформа сельского хозяйства, а предполагается открыть рынок для иностранных производителей, значительно снизить цены на овощи, фрукты в долгосрочной перспективе, скажем так, и какова доля сермяжной правды в словах фермеров? Я начну с конца этого вопроса. Я в 90-е годы жил в Голландии. Вот Голландия в 90-е годы, это была страна, где всегда вот едешь по трассе, обязательно воняет, воняет навозом. И там почвы довольно скудные, при этом климат паскудный, и почва скудный, климат паскудный, без навоза ничего не растет. Но правительство постоянно вводило налоги на использование навоза, фермеры выходили, перегораживали дороги, говорили, у нас без навоза ничего не растет. Все это старо как мир. В любой стране проводится сельскохозяйственная реформа, в любой стране фермеры получают компенсацию. Это все происходило очень усиленно в 90-е годы, когда объединялся Евросоюз, выстраивались эти структуры в конце 90-х, и перераспределялась производство сельхозпродукции. Есть страны, где просто сельскохозяйство фактически загубили из-за того, что Евросоюз дает квоты на выращивание другим странам и так далее. Все это старо как мир. И все это, в принципе, у нас тоже должно было сработать. Но у нас же страна не такая, как все. У нас же страна совершенно отдельная. И у нас мы смотрим на фермера не только как на производителя яиц, молока, помидоров и так далее, а он еще сторожит нашу землю от арабов. И если этот фермер не будет эту землю от арабов сторожить, то капец, конец еврейскому государству, все пропало. И именно в этой плоскости очень многие наши паникеры всю эту ситуацию рассматривают. Что вот, все пропало. Сейчас фермеры разорятся, их земли скупят арабы, и все пропало. Ну, я не знаю, я не очень вижу прям вот этот механизм, что арабы начинают массово скупать земли и исчезает государство. Ну, может быть, в чьем-то там разогретом воображении это возможный сценарий. И у нас фермеры несут на себе еще такую функцию. Ну, собственно, современный Израиль с этого начинался, с сельского хозяйства. Да, в Израиле очень крутое сельское хозяйство. Именно поэтому израильское сельское хозяйство совершенно не должно бояться конкуренции с зарубежом. Потому что, например, наша продукция израильская за рубежом прекрасно выдержит конкуренцию. Правда. Она дешевле, чем у нас. Да, вот здесь мы приходим к самому главному, что мы должны для себя как нации решить, что у нас в приоритете. Либо мы относимся к фермерам как к производителям еды, да, и тогда они должны быть одни из. Либо мы к ним относимся как вот благодаря им мы сохраняем эту землю и, значит, существует еврейское государство. Тогда платите, господа, да. Если вы считаете, что они, значит, сохраняют государство от арабов, то, значит, им надо за это платить. Но нет никаких сомнений, что если мы откроем рынок для иностранных производителей, то цены пойдут вниз. По-другому это не работает, да. И монополисты, конечно, будут пытаться это все притормозить и так далее. То, что говорят фермеры в свою защиту, что это не из-за них высокие цены и так далее. Слушайте, цены определяют спрос и предложение. Когда этот же фермер у себя прямо в поле ставит лавку, где продает то, что выращивает прямо здесь на грядке. И у него нет никаких посредников и никаких налогов и ничего нет. Это ты приезжаешь туда и ты видишь те же цены, что и в супермаркете. То начинаешь понимать, что цена определяется не затратами фермера, не посредниками. Цена определяется только спрос и предложение. Может быть, просто-напросто фермер, как принято в Израиле говорить, не хочет быть фраером? Если в магазине. Ну, мы тоже не хотим. Ну, мы тоже не хотим. Под такой цене, почему он должен дешевле продавать? Ну, мы тоже не хотим. Да, мы тоже не хотим быть фраерами. И вот эта протекционистская политика, которую Израиль ведет много лет, и за которой стоят очень сильные лоббисты. Да, этому тоже морально устарело. Этому должен прийти в конце концов конец. Илан, хотел тебя спросить, как человека, который уже гораздо дольше, чем мы, живет в этой замечательной стране. Нам те же самые фермеры, я об этом упомянула. Они в основном говорят о балчности перекупщиков, которые устанавливают цены в магазинах высоченные. Это так было все время? Ты же еще застала... Нет, это не было вообще ничего не было все время. И вообще все было по-другому. Мы вообще, мне кажется, сегодня не можем сравнивать то, что было в 70-х годах и происходит сегодня. Вообще. Это две разных страны. То есть ничего общего вообще нет. Страна была беднее, страна была скромнее, заработки у людей были меньше. Глаза у них не были столь алчными, так сказать. И не хотелось им таких мега-заработков. И вообще все работало как-то иначе. Поэтому что было, то было закат залил, что называется. Но дело не в этом. То, что происходит сегодня, мне кажется, очень трудно определить, где здесь правда. Почему? Торговые сети говорят, мы не берем на ценку больше, чем 25%, что принято, в общем-то, во всем мире, в Европе тоже это принято. И поэтому обвинять нас в том, что такие дорогие цены на овощи, фрукты и яйца, например, ну, если мы возьмем сельхозпродукцию, не за что. Идите, пожалуйста, вот к фермерам и спросите, почему они требуют такие непомерные цены за свое производство. Фермеры говорят, ничего подобного, это они. И мы крутимся все время, заметьте, по этому кругу. Мало того, сейчас новое правительство, министр сельского хозяйства, который собирается проводить эту реформу, уже пошел именно на уступки и сказал, что еще раз перепроверит, создадут, видимо, какую-то комиссию, которая еще раз перепроверит, что происходит на самом деле. Не знаю, докопаются ли они до правды, очень тяжело. Но то, что совершенно очевидно, не может быть в стране, как наша, в сельскохозяйственной стране, где фермеры получают дотации, пусть они не рассказывают сказки, до сих пор получают, что у нас тоже яйцо, условно я скажу, в супермаркете, стоит на 45% дороже, чем в Англии. Или банан, или яблоко, или я не знаю что. Это просто нонсенс, который действительно надо прекратить. И да, да, это правильная идея открыть наш рынок для конкуренции, потому что уже посчитали. Во-первых, выяснилось после проведения ряда опросов, что на, скажем так, самыми массивными потребителями овощей и фруктов являются семьи с уровнем достатка ниже среднего. Не люди, которые получают high зарплаты, а вот именно ниже среднего. И они страдают от этих цен больше всех. Значит, если введут конкуренцию и разрешат импорт, то эти люди, эти семьи сэкономят в среднем году 20% на расходах на овощи, фрукты и яйца. Что, извините меня, весьма существенно. Поэтому я, конечно, понимаю наших фермеров, они еще, конечно, размахивают флагом сионизма и кричат, что, да, сельское хозяйство – это основа этой страны, и поэтому, если не будет им поддержки, и они не будут единолично владеть этим рынком, то, что происходило до сих пор, то это как бы лодка сионизма разобьется о, неизвестно что, о скалу, конкуренции или уже не знаю чего. Я считаю, только хочу добавить, что в современном мире, который претерпевает постоянные изменения, мы как высокотехнологическая страна, и в сфере сельского хозяйства у нас есть потрясающие изобретения. Но вы знаете, где все они применяются? За границей. Мы регулярно импортируем самые новейшие технологии, начинают гидрофоники, экспортируем, я извиняюсь, да, от гидрофоники и прочего до орошения искусственного, супер-супер-му-пуперно технологического и так далее. Это применяют в десятках стран, но в нашем сельском хозяйстве это практически не применяется, потому что здесь хотят работать по старинке, петь песни на заваленке и брать на совершенно нечеловеческие цены. И приглашать на работы филиппинских рабочих. Да, им, кстати, увеличили сейчас значительно квоты на завозы иностранных рабочих. И даже визы, срок пребывания в стране увеличили. Еще один вопрос. Вот Илана сказала относительно цен на сельхозпродукцию у нас и в Великобритании. Я вчера специально вечером посмотрел, не Великобританию, а посмотрел Соединенные Штаты, форпосты мировой экономики. Китай не стал уж смотреть, а Америку посмотрел. В Америке цены выше, чем у нас на сельхозпродукцию. В Болгарии, допустим, если мы говорим, да, в Болгарии дешевле, чем у нас. Так, может быть, в этой ситуации не стоит замыкаться на мысли о исключительно сельском хозяйстве. Может быть, подумать о повышении уровня. Где-то ты в странном месте смотрел. В Америке обычно... Выше, выше. Я вчера посмотрел, специально вчера. Это какой-то очень дорогой супермаркет. Может быть, в Мэйсис где-нибудь... Какой-то очень дорогой супермаркет и зашел в Америке цены на продукты, на все, на любые продукты. Я смотрел овощи и фрукты. Овощи и фрукты были, скажем так, дороже, чем у нас. Те, про которые мы сегодня говорим, которые по 20 с лишним... Ну, может быть, мы сравним тогда зарплаты? По 20 с лишним. Это второй вопрос. Так вот, я к этому и веду. Может быть, имеет смысл говорить об уровне благосостояния населения нашей страны, как-то говорить о той самой пресловутой потребительской корзине, закон об потребительской корзине, который у нас до сих пор нет, который определяет минимум социального благосостояния людей и цвей. Почему об этом не говорят? Смотри, мы... Давай разберем это более детально. Ну, яйца — это вообще отдельная история. Яйца — это отдельная история, потому что яйца — это один из продуктов, на которые есть государственная цена. И, на мой взгляд, это жесть. У нас сохраняется государственная цена, и вместо того, чтобы обеспечить здоровую конкуренцию, мы держим эту государственную цену, которая тоже все время повышается. Она все время повышается. Кстати, яйца очень много к нам импортируют, из Украины в том числе. Совершенно верно. Совершенно верно. Израильское сельское хозяйство, оно вообще переходит на вот эти нанотехнологии, и они предпочитают производить там осетриную икру или остроусиные яйца, а не какой-то там банальной яблоки. Да, например. Да, так о чем мы говорили? Я надо, если мы посмотрим на это все более детально, да, наши фермеры против того, чтобы мы импортировали сюда сельскохозяйственную продукцию с других стран. Значит, ребята, давайте тогда... Вы тоже не будете это экспортировать. Да, вот все, что вы произвели здесь, вы продаете в Израиле. И тогда вы должны будете обеспечить такую цену, чтобы это все было продано. Но они же так тоже не хотят. Они хотят, чтобы рынок у них был большой, а израильский рынок был от всех других, значит, закрыт. Вот. Значит, уже можно сказать, что наши фермеры не разорятся, они просто будут продавать это больше в разные страны мира и по нормальным ценам, да, а не по всем этим завышенным ценам. Но я, извини, можно, я только хочу... Сейчас, еще одну вещь хотел сказать. Вот есть зеленщики, да, есть супермаркеты, которые продают овощи и фрукты примерно плюс-минус по одной и той же цене. Так вот, большинство людей в том или ином районе, они являются заложниками этих магазинов. Ты не пойдешь за картошкой в соседний город, да, ну, не пойдешь. Ну, ты даже знаешь, что ты переплатишь, так ты просто купишь меньше, да. Ты покупаешь килограмм картошки, а ты увидел, значит, я куплю полкило картошки и обойдусь этим, да. Ну, например. И поэтому здесь игра в отношении граждан идет очень даже нечестная, да. Никто, ни одна торговая сеть, ни один посредник, никто тебе никогда не раскроет свою норму прибыли. Это военная тайна, самая страшная, самая большая военная тайна. В 2011 году, вы помните, да, концерн «Тнува» согласился заморозить цену на этот коттедж, снизить ее и заморозить, но только не раскрывать норму прибыли. Ну, что, пару человек на этом коттедже, на этих демонстрациях, въехали в Кнессет. Не, ну, это уже... На некоторое время, правда. Протесты коттеджа начинал такой Ицек Эльров из Мноябрака, молодой человек, он никуда не пошел, он потом подвязался у Ави Габая. Я его как-то там встретил, вот. Но вот эти вот все, кто потом пошли к Нессет, Ицек Шмули и так далее, это вот компания «Дафни Лив», это уже протесты на бульваре Ротшильда против, собственно, ценно жилья, да. Но, что касается овощей и фруктов, то здесь совершенно точно должен быть открыт израильский рынок для импортной продукции, потому что сегодня это же не то, что у нас таможенная пошлина, да. Вот у нас хочешь привезти в Израиль помидоры, плати там 100% в пошлину. Нет, ты не можешь привезти сюда помидоры, просто не можешь. Для того, чтобы привезти сюда помидоры и заплатить с них пошлину, ты должен получить специальное разрешение Министерства сельского хозяйства. Это нонсенс. В 21 веке это полный бред, это полный нонсенс, когда вдруг у нас не урожай помидоров, и министерство, правительство должно решать, разрешить, там завести помидоры из Турции. Бред, просто бред. И очень хорошо, что у правительства наконец добрались руки до этого, хотя это будет нелегко, потому что лоббисты там стоят очень большие, очень крутые, и нельзя их не дать. Тем более, многие из них ходят в партии, которые сегодня в власти. Илан, ты хотел, во-первых, добавить, а во-вторых, я хотел тебе адресовать еще один вопрос. На сайте ВАЛа Ран Бен Малко, преподаватель колледжа Сапир, написал большую статью в защиту реформы сельского хозяйства, но есть несколько моментов, которые там меня, мягко говоря, напрягли. Я только на одном остановлюсь. Он пишет, нельзя позволить группам-интересантам, таким, как сельскохозяйственное лобби, влиять на наше будущее благосостояние. Конкуренция всегда положительно влияет на состояние общества. Да, часть неудачливых фермеров наверняка лишится работы, зато хорошие фермеры останутся на рынке и продолжат поставлять нам качественную продукцию по низким ценам. Это вторая часть, я имею в виду, это сверхнаивность. В каком смысле? Что ты имеешь в виду? То, что хорошие фермеры станут нам поставлять продукцию по низким ценам. Я не знаю, станут ли они нам поставлять продукцию по низким ценам, но я могу сказать, что судя по статистике, которая опубликована, не знаю, насколько она точная, в объединении фермеров сегодня числится, скажем, 12 тысяч человек, а на деле работают в сельском хозяйстве всего 6 тысяч. То есть, где все остальные 6 тысяч, чем они заняты, я точно не знаю. Это для начала про лобби. Теперь, если ты говоришь, что у них сильные лоббисты, извини, компании или люди, или фермеры, у которых плохо идут дела, и они скоро будут просить милостыню, откуда у них есть средства нанимать таких крутых лоббистов, которые, как мы с вами знаем, стоят совсем немало. Значит, все это лишено, конечно... Илана, нанимают же не каждый, не каждая ферма, разумеется, организация. Даже собравшись все равно, если все так плохо и все так страшно. Кроме того, что с моей точки зрения, совершенно, тоже хотел добавить, вот отвратительное было поведение фермеров, я думаю, что мало кто был с ними солидарен, когда они собрались в Иерусалиме и кидали на землю сельскохозяйственную продукцию. Это просто вызывает омерзение, вот такие поступки в моих глазах. Отдайте бедным людям, отдайте в дома престарелых, отдайте нуждающимся, сделайте что-то доброе, хорошее. Нет. Мы вот таким образом выразим свой протест. Уже надоели эти протесты, которые никчемные. Предложите какое-то реальное решение, понимая, что дальше так продолжаться не может. А выкидывать продукты, зная, что есть люди, которые очень нуждаются, и которым бы это очень пригодилось, это просто безнравственно. Это мой подход. Может быть, вы скажете, что я, значит, опять своими диктаторскими замужками, это стандартный израильский подход к решению проблем. Стандартный израильский подход, как он хочет. Мне кажется, что... Ну, может быть, это наша еврейская история тоже, и война, и голодные годы у наших родителей, и бабушек, и дедушек. Я не могу видеть, когда вот так вот обращаются с едой. Я просто не могу это увидеть. И никакой солидарности тогда с этими лицами, с этими людьми для меня уже речи не идет. Я просто не могу это принять. Тут другой вопрос, но это риторический вопрос, не требуя на него ответа. Когда ты видишь в магазине горы фруктов по бешеным ценам, первый вопрос, который возникает, а что они будут делать потом с ними? Их же не раскупят эти фрукты по таким ценам. Я не думаю, что их отдадут в дом престарелых или еще кому-то. Так что они ничем не лучше фермеру к какой-то степени. Я только хочу, если можно, два слова сказать, что вот эта вот реформа, ожидающаяся, я надеюсь, которая наступит, она, конечно, благие вести для нашей страны. Но я бы ожидала от нового правительства расширить эти реформы. Потому что непонятно, почему в Израиле, например, автомобиль должен стоить в два раза дороже, чем в любой другой стране. И электротовары, и так далее, и тому подобное. То есть мне кажется, что это хорошее начало, но это надо каким-то образом расширить и продолжить. Израиле мы же с тобой знаем, почему. Нет, мы знаем, но... Но это все тянется с 50-60-х годов. Да, мы даже это обсуждали. И тем не менее, если правительство вместо 50% налогов будет брать 20%, тоже, я думаю, ничего не случится. Ну, конечно. Ну, тоже есть лоббисты. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор. Спасибо вам, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.